Дорогие братья и сестры, ожидая нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, мы нуждаемся в том, чтобы насыщаться Его Словом, мы нуждаемся в том, чтобы Слово Божьей истины в нас возбуждало желание действительно ожидать нашего Господа, потому что сказано, что Господь придет за теми, кто Его ожидает. И те, кто Его ожидают сейчас и сегодня, дождутся Господа, потому что по верному Своему Слову Господь придет для того, чтобы взять Своих от земли, туда, где Господь царствует, туда, где мы будем вместе с Господом вечно славить Его, поклоняться Ему и быть благодарными Ему за то искупление, которое Господь совершил через Свою смерть и через Своё воскресенье для нашего оправдания. Сегодня Господь побудил мое сердце прочитать один из удивительных текстов, который был написан одним из апостолов в то время, когда верующие люди переживали очень сложные времена. То, что сегодня мы переживаем, не может сравниться с тем, что переживали верующие в то время, когда свой труд совершали апостолы, в частности, апостол Петр. Очень сложно описать словами все те трудности, все те переживания, которые постигли верующих людей. Когда читаешь исторический контекст о жизни верующих, то очень сложно до конца все понять, все разобрать и найти ответы на те вопросы, которые очень часто возникают во время очищения истории жизни верующих людей, которые переживали гонения, которые страдали несправедливо. Мы сегодня, дорогие братья и сестры, живем в благодатное время. Несмотря на то, что трудности в нашей жизни есть, несмотря на то, что очень непросто в это последнее время, все наши трудности вместе взяты ничто в сравнении с тем, что переживали верующие в то время. И вот именно в это время Дух Святой побуждает одного из апостолов обратиться к этим верующим, сказать им слово для того, чтобы это слово подкрепило сердца верующих людей. И верующие во имя Иисуса Христа могли посредством этого слова, еще раз услышав весь о Господе, о Господе благом, о Господе любящем, о Господе, который их не оставил, продолжать следовать за Господом и поклоняться Ему, для того, чтобы все люди, которые живут в то время, не знающие Господа, могли также услышать о Господе и могли преклониться перед Его величием и, обратившись к Господу, познать Его чудное и дивное спасение. Итак, первое послание Петра, вторая глава. Мы будем читать текст с 19 стиха и по 25 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, к блюстителю душ ваших. Тема нашей проповеди. Продолжайте следовать за Христом вопреки всем вашим испытаниям и скорбям, ибо Он знает, как провести вас Своею силой через пучину ваших испытаний и скорбей. Однажды вечером три друга заканчивали свое путешествие. Тропинка была видна только одному проводнику, который их сопровождал в этом путешествии. Усталые путники едва шли, и в какой-то момент один из них очень громко закричал, обратившись к проводнику. Уверен ли ты в том, куда ты нас ведешь? Уверен ли ты в том, что та тропинка, по которой мы идем, приведет нас в нужное место? На что этот проводник очень спокойно и уверенно ответил? Я вполне в этом уверен. После этого один из путешествующих снова обратился к проводнику и сказал такие слова. Но мы не видим, куда мы идем. Мы не можем видеть тропинки, по которой мы идем. На что этот проводник ответил? Ничего страшного. Смотрите на меня, и этого будет довольно. Следуйте за мной и не бойтесь. Я думаю, что что-то подобное происходит сегодня и в нашей христианской жизни. У нас очень часто под давлением тех или же иных обстоятельств может возникать страх или же могут возникать беспокойства, а также разного рода вопросы и сомнения на предмет того, а в том ли мы направлении двигаемся в нашей христианской жизни. Особенно все это происходит тогда, когда мы теряем наш взор с нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, за которым мы последовали, откликнувшись на Его призыв и который продолжает нас направлять посредством Своего Слова даже тогда, когда мы не можем все до конца объяснить или же понять. Всякий раз, когда мы перестаем жить верой в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа или же другими словами, как и написано в Священном Писании, всякий раз, когда мы перестаем взирать на Него, то мы начинаем в нашей христианской жизни, находясь в тяжелых обстоятельствах, очень часто задаваться следующим вопросом. Если я в своей жизни сталкиваюсь с трудностями, то не означает ли это, что в своей христианской жизни я двигаюсь не в том направлении? Сегодня в этом зале нет ни одного человека, кто может сказать, что у меня все хорошо. Если кто-то сегодня скажет, что у меня все хорошо, то, возможно, сегодня на этом этапе вашего духовного развития, вашего духовного такого странствования что-то у вас и хорошо, но не всегда так было и не всегда так будет. Многие христиане сегодня, улыбаясь друг другу в глаза, заявляет, у меня все всегда прекрасно, у меня всегда все хорошо, очень часто скрываясь именно с этой маской лицемерия и лукавства, тогда, когда каждый верующий человек, хочет он этого или же не хочет, каждый день испытывает на себе давление этого лукавого и безбожного мира. На самом деле, хотим мы или же нет, подобный вопрос, многие другие вопросы могут в нашей жизни время от времени возникать, и в этом нет ничего страшного. Более того, нужно честно признать тот факт, что всякий раз, когда мы сталкиваемся с подобным вопросом, то кому-то из нас, с одной стороны, свойственно что-то начать делать своими силами, активно начинает предпринимать что-то для того, чтобы своим человеческим умом попытаться все разобрать, все понять, и благодаря этому продолжить активно двигаться в том направлении, которое мы сами для себя очень часто определяем, переставая идти Божьим путем. Всякий раз, когда мы начинаем идти своим путем, определяя то, как мы понимаем, то, как мы видим наше странствование здесь на земле, это обязательно приводит нас к духовному падению, и мы начинаем тонуть в пучине духовных проблем, поскольку наших человеческих сил и ресурсов недостаточно для нашей духовной жизни. С другой же стороны, нужно признать и тот факт, что кому-то из нас, свойственно столкнувшись с трудностями, сразу запаниковать, опустить руки и просто-напросто начать плыть по течению жизни. Подобная пассивность выражает себя в следующих высказываниях. «Не трогайте меня! Я уже ничего не хочу слышать!» Или же «Хорошо вам, но если бы вы побывали в моей шкуре, то вы бы просто молчали!» Все это говорит о том, что человек, вместо того, чтобы оставаться открытым сердцем к Слову Божьему, начинает опускать руки и потихонечку сдаваться в своей духовной христианской жизни. Я думаю, что каждый из нас, слушая об этом, может обнаружить себя в той или же иной категории людей. Следовательно, наставление апостола Петра, которое мы прочитали вначале, является ответом на все наши беспокойства, вопросы и сомнения, о которых было сказано выше. Читая наставление апостола Петра, мы видим, что, во-первых, верующие в своей жизни, в следовании за Христом, будут неизбежно сталкиваться с трудностями. То, что мы веруем в Иисуса Христа, то, что мы когда-то услышали слово истины и наши сердца обратили к Господу, то, что мы сегодня следуем за Господом, никаким образом не дает нам права думать, что это лишает нас, нашей жизни, разного рода трудностей. То, что мы верующие люди, это не значит, что все то, что здесь происходит на земле, нас не коснется. Ложное Евангелие, которое сегодня проповедуется, приводит многих людей к очень большому разочарованию, тогда, когда они услышали весть о том, что если ты обратишься ко Христу, то в твоей жизни больше не будет проблем. Люди, желая избавиться от проблем, обращаются ко Христу, и, обратившись ко Христу, оказавшись в церкви Иисуса Христа, они, продолжая жить на земле, сталкиваются с проблемами, и, сталкиваясь с проблемами, они разочаровываются в Боге, они глубоко в сердце своем говорят, ну что же это за такой Бог, который призвал меня следовать за собою, но при этом Он не может решить мои проблемы. Это, конечно же, не значит, что Бог не решает наши проблемы, но, дорогие братья и сестры, следование мое и ваше за Господом не дает нам права думать, что это нам поможет сегодня избавиться от всех проблем, с которыми мы здесь на земле сталкивались, сталкиваемся и будем сталкиваться. Посмотрите, что по этому поводу говорит апостол Петр, обращаясь к верующим, которые тоже столкнулись с страданиями, с проблемами, с скорбями в своей жизни. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. В этом стихе апостол Петр утверждает факт наличия скорбей в жизни верующих людей. Более того, в этом стихе он говорит о том, что, живя на земле, верующие люди будут сталкиваться со страданиями несправедливо. В 20 стихе мы читаем, «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу». Петр говорит, обращаясь к верующим, вы идете правильным путем, вы идете и следуете за Господом. Более того, находясь в страданиях, вы продолжаете творить добро для того, чтобы через это добро показать людям этого мира того, в кого вы веруете. Но то, что вы творите добро, это не значит, что вы не будете страдать. То, что вы творите добро, это не избавляет вас от страданий. Дорогие братья и сестры, я как служитель вам больше скажу, очень часто получается все наоборот. Ты от всего сердца делаешь добро людям, ты от всего сердца хочешь помочь людям, ты от всего сердца пытаешься сделать что-то приятное людям, а в ответ ты не услышишь благодарности. А очень часто порицание, очень часто недовольство, очень часто то, что тебя очень сильно касается и что в твоем сердце производит не всегда приятные чувствования. В 21 стихе апостол Петр говорит, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам примера, да мы вышли по следам Его». Апостол Петр говорит, «Посмотрите на Христа, если Он праведник, если Он безгрешный, живя на этой земле и делая добро людям, страдал, если Его не принимали, если над Ним издевались, то неужели думаете вы, что, следуя за Христом, вы всего этого избежите?» В одном из текстов апостол Павел, обращаясь к молодому служителю Тимофею, говорит такие слова, «Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы». Итак, читая наставления апостола Петра, мы видим, что, во-первых, верующие в своей земной жизни, в следовании за Христом, будут неизбежно сталкиваться с трудностями, и в этом нет ничего странного или удивительного. Во-вторых, наличие в нашей жизни трудностей – это еще не повод для того, чтобы опускать руки или же начинать уповать на свои человеческие силы в решении тяжелых обстоятельств. Но это очень хороший повод и очень хорошая для нас возможность для того, чтобы, помышляя о Боге, Его силою и Его мудростью переносить сложившиеся трудности. В 19 стихе мы вместе с вами прочитали, как нам должно проходить путь страданий в нашей христианской жизни. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Бог в своей премудрости, в своем проведении допускает в нашей жизни тяжелые периоды или этапы нашего духовного становления. Бог, допуская в нашей жизни трудности, именно через трудности или же в трудностях дает нам возможность по-настоящему понуждаться в Боге и фокус нашего взора, фокус нашего внимания перенаправить на Господа, в котором есть выход из сложившихся обстоятельств. Бог никогда не обещал, что в нашей жизни не будет трудностей, но Бог обещал верующего человека, человека, который доверяет Господу, провести через трудные обстоятельства. Поэтому, дорогие братья и сестры, когда мы молимся, нам очень важно не столько просить, чтобы Бог убрал из нашей жизни все трудности, сколько просить, чтобы Бог помог нам в этих трудностях не отвернуться от Него, не пойти путями, которые не соответствуют Божьей истине. В наших молитвах нам нужно просить, чтобы Господь помог нам, Духом Святым, сфокусировать наше внимание на Нем, потому что в Нем есть для нас мудрость, есть для нас сила, есть для нас необходимый ресурс и потенциал для того, чтобы проходить трудности. Итак, дорогие братья и сестры, трудности – это не повод опустить руки. трудности в нашей жизни – это прекрасная возможность и повод все наше внимание, все наше естество перенаправить на Господа, потому что в Нем есть сила для того, чтобы проходить эти все трудности. В-третьих, из прочитанного текста, из первого послания апостола Петра, мы видим, что в трудных обстоятельствах нам важно, вопреки нашему непониманию происходящего, продолжать доверять нашему Господу и Спасителю, ибо Он знает, как нас вести, поскольку Он Сам прошел путь страданий. Давайте прочитаем еще раз, как об этом говорит апостол Петр, и он не зря в этом тексте обращает внимание верующих на тот путь, по которому прошел Христос. Очень часто, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы друг другу заявляем следующее. Да что ты понимаешь? Разве ты переживал то, что сейчас переживаю я? Если друг другу мы еще можем на эмоциях что-то подобное высказать, то мы не имеем права, дорогие мои братья и сестры, высказывать что-то подобное в адрес Господа, выражая свое недовольство, находясь в тех или же иных обстоятельствах. Мы не можем прийти к Нему и сказать, да что ты понимаешь? Да если бы ты знал, как мне сегодня тяжело, хорошо тебе говорить, как жить и как поступать. Ты там далеко на небесах, ты там в славе находишься, и тебе там неплохо, тебе там хорошо, но если бы ты испытал на себе то, что я испытываю, то ты по-другому говорил бы. Читая Священное Писание, мы видим Божью принципиальность в его наставлении по одной простой причине, потому что он имеет на это право, потому что, как говорит апостол Петр, он сам прошел путь страданий, а это значит, дорогие братья и сестры, что мы можем доверить ему все наши обстоятельства, как тому, кто знает, как нас провести, как тому, кто прошел этот путь страданий и испытаний, как тому, кто не оставил нас один на один со всем этим, как тому, кто идет впереди нас, а мы идем вслед за ним, как тому, кто прошел все до конца и кульминацией его страданий была его смерть за грехи наши. Дорогие братья и сестры, апостол Петр говорит такие слова, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Мы видим в этом тексте для каждого из нас очень большое ободрение. Сталкиваясь с трудностями, мы призваны занимать активную позицию в вере. Наша активная позиция заключается не в том, чтобы мы воздавали злом за зло. Наша активная позиция в страданиях заключается не в том, чтобы мы начали выражать это в ропоте, в недовольстве, в претензиях друг по отношению к другу, к самому Господу. Моя и ваша активная позиция в страданиях заключается в том, чтобы все это дать в руки праведного суди, в руки того, кто знает, что я переживаю, в руки того, кто знает намного больше, чем даже я сам о себе, что в моем сердце происходит, потому что он знает причину моих страданий, он знает весь путь, которым я прохожу, и он знает, чем закончатся мои страдания. И, дорогие братья и сестры, может быть, сегодня наши страдания являются последними страданиями на земле, после которых откроется для нас свободный доступ в Божье присутствие. Да-да, друзья, может быть, сегодняшние страдания в Твоей и в моей жизни это последние страдания, после которых для меня и для вас откроется свободный доступ к Божьему присутствию, к Божьему престолу благодати. Поэтому, сталкиваясь страданиями, нам нужно по-особенному в этих обстоятельствах, зная и понимая, что Христос не стоит в стороне, что Он не против нас, но Он за нас, доверить Ему эти обстоятельства и с терпением ожидать Его действия, Его водительства и Его руководства. В-четвертых, из прочитанного текста, из первого послания Петра, мы видим, что у нас есть основания для того, чтобы доверять свою жизнь Господу, даже в самых тяжелых обстоятельствах. в прочитанном нами тексте апостол Петр говорит о том, что наш Господь, страдая несправедливо, прошел свой путь страданий до конца. Он не остановился, Он не сказал, мне очень тяжело, поэтому я отказываюсь от страданий, я не хочу страдать, да, ему было очень тяжело, но Он настолько любил свое творение, что Он не позволил остановиться на половине пути его страданий, но Он дошел до конца, поэтому апостол Петр здесь говорит такие слова, Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавившись от грехов жили для правды, ранами Его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. В этих двух стихах апостол Петр открывает глубину Божьей любви, он показывает, что Бог любит не только на словах, он говорит, что Бог провозглашает свою любовь не только на словах, но Он свою любовь показал, явил и доказал в том, что Он умер за грехи наши, в том, что Он взял на Себя все наши грехи для того, чтобы нас избавить от грехов и дать нам возможность начать идти путем Божьей правды. Дорогие братья и сестры, основанием для меня и для вас в тех скорбях, в которых мы можем сегодня находиться, для того, чтобы доверять Господу, есть не что иное, как Его совершенная любовь каждому из нас. Бог не перестает любить меня и вас в тех страданиях, в которых мы сегодня можем оказываться. То, что мы сегодня переживаем страдания, это не значит, что Бог нас перестал любить. Он невиновный, Он безгрешный, отдал Себя на смерть вместо нас, виновных перед Богом, грешных перед Богом и заслуживающих справедливого наказания. И все это Он перенес добровольно, исполняя волю Своего Небесного Отца, дабы мы верою в Него могли избавиться от грехов и жить для правды Его. Зная о том, что жизнь всех верующих неразрывно связана с пастырем и хранителем душ наших, мы можем сегодня быть уверенными в Нем, поскольку Он был искушен во всем, знает, как и искушаемым помочь. Вот поэтому в послании к евреям один из Божьих служителей сказал такие слова, обращаясь к верующим, которые переживали скорби, страдания и трудности, ибо как Сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Нашей силы человеческой недостаточно для того, чтобы искушение преодолевать, но у Него достаточно силы для того, чтобы помочь тем, кто сегодня переживает искушение. Я хочу еще раз прочитать этот стих, в котором говорится о реальности нашей жизни на земле. Я не хочу, чтобы мы играли в христианство. Я хочу, чтобы мы жили как христиане, которые принимают эту реальность и в этой реальности еще больше осознают свою нужду в Господе, Спасителе и Владыке Владык. Здесь сказано так, ибо как Сам Он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. В этом стихе говорится о том, что каждый верующий человек, живя на земле, будет испытывать на себе давление и тяжесть искушений. Дорогие братья и сестры, не верьте той лжи, которую сегодня пропагандируют в христианском мире, что если ты верующий, то ты не можешь испытывать искушений, ты не можешь переживать трудностей и скорбей. Здесь написано, что верующие люди будут испытывать искушения в своей жизни, в разных сферах их духовной жизни. Но в этом тексте сказано, что есть тот, кто также был искушен, и он может помочь и искушаемым. Итак, дорогие братья и сестры, что делать, когда я сегодня испытываю давление искушений. Как мне сегодня быть, тогда, когда я сегодня может быть уже связан по рукам и ногам разностью искушений, которые давят на меня? Апостол говорит, помните, что у вас есть тот, который силен вас поддержать. И искушение в вашей жизни это не повод опустить руки и начать плыть за течением. Начать себя жалеть, начать себя оправдывать, начать как-то как-то на себя смотреть по-человечески, для того, чтобы сказать всем, ну я по-другому не могу жить, ну посмотрите, все же так живут. Дорогие братья и сестры, Иисуса Христа достаточно для того, чтобы мы, сталкиваясь с искушениями, побеждали искушения, и даже если мы падаем, Иисуса Христа достаточно. Для того, чтобы верою в Него подниматься и преодолевая искушения продолжать идти Божьим путем. Однажды одна девочка обратилась к своему отцу и сказала следующее, папа, я боюсь, что у меня не хватит сил, если придется страдать до смерти за веру во Христа. После этих слов отец задал своей дочке следующий вопрос, скажи, пожалуйста, дочка, даю ли я тебе деньги на дорогу за три недели наперед? Нет, ответила девочка, только в день поездки. Ну, вот так и делает наш Господь, сказал отец для своей дочки. Он дает силу, когда в ней есть потребность, не раньше и не позже. Когда нет страданий, нет и нужды иметь силы для страданий. Итак, давайте будем продолжать идти за Христом, вопреки всем нашим земным испытаниям, искушениям и скорбям. Ибо только один он знает, как силою своей нас провести через пучину наших испытаний и скорбей. может быть сегодня ты уже изнемог от давления тех проблем, которые навалились на твою жизнь. Может быть сегодня ты уже дошел до той точки, когда тебе жить не хочется. Может быть сегодня ты уже опустил руки и ты просто играешь в христианстве, но ты не живешь Христом и ты не радуешься о Боге спасения твоего. Сегодня ныне то время и тот день, когда нужно без всякого стыда обратиться к тому, кто знает твое сердце, обратиться к тому, кто может тебе помочь. И даже если ты будешь продолжать еще какое-то время испытывать это давление, он силен поддержать, помочь, подкрепить и даровать все необходимое для того, чтобы ты мог все пройти, преодолеть, и остаться верным до конца Господу. Не для того Господь на кресте умирал, чтобы нас так просто оставить, бросить на попрание всем этим страданиям, проблемам и скорбям. Не для того Господь свою душу положил, чтобы сказать «А мне все равно, как ты живешь и мне все равно, что ты переживаешь». Он умер на кресте и воскрес наше оправдание. И это значит, что Он настолько нас любит, что у Него одно желание на мою и твою жизнь, чтобы ты мог жить Господом и торжествовать в Нем каждый день, видя смысл жизни в Нем и не опуская рук, продолжал идти за Ним, преодолевая все трудности, искушения и скорби, которые есть сегодня в нашей христианской жизни. Поэтому давайте прославим Господа за Его великую милость и за Его великую благость в жизнь каждого из нас в каждом дне. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя и славим Тебя за то, что Ты прошел путь страданий, путь скорбей, и Ты не остановился. Но Ты, Господи, прошел этот путь до конца и исполнил во всем волю Отца Своего Небесного. Ты тот Господь, Который, страдая, не воздавал злом за зло, Ты никому не угрожал, но Ты предавал все судьи праведному. И Он помог этот путь пройти до конца и взойти на крест и на кресте умереть за грехи всего человечества, дабы взять на себя грехи наши и избавить нас от всякой неправды и дать нам свою праведность, в которой мы нуждаемся и сегодня для того, чтобы идти путем упования и путем доверия Тебе. Господь, мы благодарим Тебя и славим Тебя за то, что Ты тот пастырь, который заботится о нас, о детях своих. Ты тот хранитель душ наших, которому небезразлична наша жизнь. Тебе не все равно, когда мы страдаем, когда мы скорбим и когда мы изнемогаем в искушениях. Тебе, Господи, не все равно, что Твой народ сегодня переживает. И поэтому Ты, Господи, всегда спешишь на помощь и Ты помогаешь всякому, кто доверяет себя в Твои руки. Господи, никакие страдания, никакие скорби, никакие проблемы сегодня не могут на Тебя повлиять настолько, чтобы Ты отвернулся от нас, как от детей своих, за которых Ты, Господи, свою душу положил. Но Ты, Господь, Который был искушаем во всем, можешь и искушаем им помочь. Господи, мы действительно сегодня во многом переживаем и испытываем разного рода искушения. Мы очень часто опускаем руки, мы очень часто, Господи, плачем, мы очень часто изнываем. Может быть, кто-то уже привык, и ему все равно. Помоги, Господи, чтобы это сердце пробудилось, и ему не было все равно, но чтобы Господи действительно мог наблюдать за своей жизнью. и имея вот эти все давления, терзания души, всегда приходить к Тебе, как к тому, кто силен действительно нам помочь. Поэтому, Господи, помоги нам, что бы ни происходило, вопреки всем нашим страданиям, вопреки всем нашим скорбям, вопреки всем искушениям, с которыми мы сталкиваемся, продолжать, Господи, идти за Тобою и доверять Тебе, потому что Ты знаешь все, Ты знаешь, как провести каждого из нас, и Ты знаешь, как каждого из нас сохранить, потому что Ты в этом заинтересован, Ты этого хочешь, и Ты, Господи, к этому стремишься. И мы благодарим Тебя за то, что мы знаем именно такого Бога, Бога благодати, Бога спасения нашего. Мы можем Тебя прославлять и возвеличивать ради Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим, дорогие братья и сестры, будем друг друга приветствовать. Если Господь позволит, до встречи. Спасибо.